Высказывайте свое мнение. В этом месте я всегда говорю добрый день, уважаемые дамы и господа, но, к сожалению, я произнести этих слов не могу, поэтому здравствуйте. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 15.90am, на нашем веб-сайте radio-nvc.com. Ну и, конечно же, приветствуем всех наших YouTube-зрителей. Вы не пожалеете о том, что вы к нам подключились. Сегодня у меня замечательный гость в эфире – Гарри Табах. Здравствуйте. Я Чикаго. Должен сказать, что Юра находится в центре событий в Киеве, если я не ошибаюсь. Я не в Киеве. Понял. Место не будем говорить, где находимся. Потому что, на самом деле, ситуация довольно сложная. И давайте, наверное, начнем с того, что, ну, поскольку вы в курсе всех событий, которые происходят в Украине сейчас, это и Киев, это и Харьков, это и остальные места, ну, такую небольшую, что ли, обзорную, если можно. Ну, я не знаю всех деталей. Очень много ходит фейков, очень много конфуза. Допустим, это, что называется, фог войны, туман войны. Допустим, думали, что на острове Змеиной этих 13 пограничников героически погибли. Но, слава богу, они не погибли. Они были взяты в плен, но объявили, что они погибли. Им дали посмертно всем героев Украины. Теперь, значит, узнали, что... И поэтому это здесь происходит все. Поэтому я всегда призываю всех блогеров, всех телеведущих, радиоведущих не распространять фейки, особенно, ну, как бы тебе не хотелось. Мы уже изучили этот урок с Трампом. Помните, когда говорили, да нет, вот сейчас он это специально сделал, что сейчас тут будут эти бюллетени, они отмечены, что это все-все. Не наволнуйтесь, не протестуйте, не выходите на улицу. Все хорошо, это он все специально. Потом на спецназ захватил сервера в Италии и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, хотя нам хочется это слышать, и нам нравится эта информация, но это не помогает, когда расходятся такие фейки. Вкратце могу сказать только такие вещи, что украинцы дерутся насмерть, все они привозят своих жен, детей на границу, своих стариков на границу, разворачиваются и едут обратно. Территориальная оборона разобрала все оружие, окапываются, их бомбят. Мы имеем дело с психопатом, параноиком, который не остановится ни перед чем. Ну, я не буду говорить за всех, но мне в голову не могло прийти, что он начнет вот такую вот полномасштабную войну в 21 веке, из-за чего цели до сих пор не понимаю, не могу понять зачем и для чего он это делает, кроме того, что вот он сумасшедший. Сумасшедший. Но вокруг него уже кто-то выполняет эти приказы и все такое. Значит, сегодня что у нас... И мы уже видим, что он угрожает ядерным оружием, он угрожает ядерной войной. Чернобыль в его руках, он может там устроить ядерную катастрофу. То, что он не потерпит, так как он болен, как Гитлер и как Сталин, он не потерпит никакого унижения у себя в голове. Никаких там оскорблений, никаких потерь, никаких проигрышев. Если надо, он нажмет. Ну, так и они. Они бы нажали кнопку, если бы у них была. Сказали бы, ну все, если меня нет, нет России, а нет России, зачем этот мир? Мы все пойдем в рай, а они пропадут. И с тех пор рай готовится во вступлении в НАТО. Короче, что у нас сегодня, какие новости я могу сказать, потому что каждый день ситуация меняется. Ну, мы знаем, что был сильный обстрел Харькова, идут бои под Харьковом. Был большой налет, взорвали государственные учреждения. Ну, конечно же, пострадали и гражданские. Уже большие гражданские потери, дети, 13-14 детей уже погибло. Ну, и, конечно, военные гибнут, украинские и российские. Ну, российских больше, конечно, но там счет не ведется, потому что там бабы новых нарожают. Также был обстрел идет Киева, ну и там в Грепине идет большие бои, тяжелые. Большие колонны жгуцу, народ молотов, все вооружаются молотовыми коктейлями, бутылок, в принципе, уже нет в стране. Все бутылки пошли на молотовых коктейли, и они жгут, жгут русскую броню. Башня телевизионная сегодня была взорвана в Киеве. Это возле мемориала Баби Яру. Баби Яр пострадал. Ну, я не думаю, что они его специально бомбили. Ну, потому что там бомбить тех, кого уже нет, тоже, наверное, смысла нет. Вот. Использует... Что же он использует? Он ни перед чем не остановится, Поэтому я думаю, что когда говорят, мы не хотим начинать Третью мировую войну или ядерную войну, да уже началось. Все началось, и это просто надо уже осознать Европе и Соединенным Штатам Америки, что если его сейчас не остановят, у него аппетит будет приходить во время еды. Опять же, Чернобыль в его руках, он может устроить там ядерную катастрофу. Он уже использовал... Это подтверждено, что использовал кластер бомб, кластеровые бомбы, что нарушение Женевской конвенции. И, конечно же, он уже использовал вакуумные бомбы. Это вообще очень ужасное оружие. Это испаряет человека. Это доядерное оружие. Это почти ядерное уже оружие. Поэтому тоже, конечно же, нарушение Женевской конвенции. Поэтому ему все пофигу. Все конвенции, все санкции, все эти экономические вещи, вся эта репутация или еще что-то ему наплевать. Он ненормальный, он больной. Я хотел тебе задать вопрос, но ты, похоже, на него ответил. Сказал, что ты не знаешь. Я все пытаюсь понять. Чем же он руководствуется? Ради чего? Во имя чего он это делает? У всех есть разные гипотезы. Он не хочет, чтобы НАТО подходило, как Америка не хочет, чтобы Россия расположила свое ядерное оружие на Кубе. Он не хочет. Короче, у каждого есть какие-то сумасшедшие гипотезы. Я думаю, что это нельзя понять. Нельзя понять. Он убедил многих россиян, что здесь фашизм в Украине, что тут, значит, русскоязычный гнобят, что все время бомбят, убивают детей в ЛНР, в ДНР и так далее. И так далее. И многие солдаты, которые попадают в плен, которые пишут своим матерям, смс-ки шлют или еще что-то, они говорят, мы думали, что мы придем как освободители, нас будут принимать хлебом и солью, а нас под танки бросаются, гражданское население в нас плюют, нас ругают, нас бросают, коктейли нас жгут. Он говорит, очень страшно. Все это. Это же молодые парни, в основном из деревень, и они теряются, они отстают от колонн, колонны идут не по порядку. На них идет нападение. Видимо, солдаты голодные, потому что они занимаются мародерством, ну и просто они воруют вещи. Это, конечно же, злит местное население. Но много дезертиров, но все равно это орда. Все равно у украинцев не хватит сил. Ну просто из-за массы они закидают. Да, вы, кстати, здесь... Немцы когда-то говорили, что у них пулеметы, уже красные были стволы, они все шли-шли-шли на икборы. В новостях у нас говорят о том, что идет какая-то огромная колонна, по-моему, со стороны Беларуси. Да, да. Это нефигна. Они пытаются окружить Киев, отрезать, наверное, коммуникации и ультиматумы. Переговоры ни к чему не приводят. Значит, что сегодня я узнал от своего товарища, которому я как бы доверяю его информации. Опять же, это может быть фак войны, и я не хочу распространять слухи. Что хорошего произошло. В России аэродром в Токонроге был атакован украинцами и уничтожен. 200-я танковая бригада уничтожена. Сожгли ее. 13-й полк 4-й дивизии с Иркутска. Командир ликвидирован. Солдаты рассыпались по лесу, но местные охотники с своими берданками, там, обрезами и двухстволками их отстреливают. Это молодые ребята, которые потеряны. Потерялись. Ну, местные, конечно, лучше знают местность. Это делает десантный корабль, который подошел к Одессе и должен был высадить десант там нескольких морской пехоты и занять Одессу. Там произошел бунт на корабле. Морские пехотинцы не захотели это делать. Берите, пример, с морских пехотинцев. Они знают, что на глупую смерть не хотят идти. Вот смотрите на них и делайте так же. Это, в общем, этот корабль попросил выход из моря, и он вышел, и вот эта операция по захвату. Одесса не произошел, но в Одессе все время идут сирены. Также большие конвои с оружием, с боеприпасами идут через Польшу, через польскую границу, поэтому там тоже сирены и некоторые бомбардировки этих дорог, потому что Россия не хочет, пытается отрезать тылы. Зеленский выступил, знаете, в Европарламенте. Все встали, его аплодировали. Ведет себя абсолютно героически. Уверен, что войдет в историю как герой Украины. 90% украинцев его поддерживают. Вокруг него консолидируется. Показывает очень четкие и сильные качества. Лидерские. То есть, нельзя, не зря 73% украинцев в свое время за него проголосовали. Ну, видимо, да. Ну, и, конечно же, он еврей. И на него открыта охота. Говорят, что заслали вагнеровцев, чтобы его убить, убийство произвести. Ну, я считаю, что охотиться за евреем перед Пуромом, это вообще плохая примета. Это да. Теперь, что касается мирного населения, женщин и дети, какие у них пути? Распускаются слухи о том, что, скажем, вот происходит бомбежка в Харькове, и что якобы украинские власти не выпускают гражданских из Харькова, а прикрываются ими. Ну, и это, смотри, это, конечно же, чушь абсолютно собачья, потому что прикрываются гражданскими... Знаешь, ты можешь прикрываться гражданскими, если ты воюешь против Соединенных Штатов Америки, потому что у нас такой закон, что нельзя. Вот дрон летает, летает, мы знаем, что в этом здании сидят террористы, но они сажают ребенка перед зданием, передают, и все, и мы не можем его бомбить, потому что там ребенок сидит, и они это знают. Вот они прикрываются. Это можно прикрываться гражданскими вместе воюющимися за рельтянами. А как это поможет украинским военным прикрываться гражданскими, когда идет Орда? Они что, не убьют гражданских, что ли? Сомневаюсь, да. Ну, значит, пропаганда работает, и поэтому очень внимательно, я повторю, ну, скажем, твой призыв, попытаюсь повторить, очень внимательно относиться к информации, которая распространяется, особенно через интернет. И не только через интернет. Очень, очень внимательно. Вот, скажем, по поводу ГОСТ, вот этого пилота, это тоже, похоже, информация, не совсем соответствует действительности, который сбил несколько самолетов. Я не могу отрицать или подтвердить, я не знаю, я спросил у многих своих знакомых военных, они говорят, нет, есть такой мужик, говорят, который был инструктором, обучал летчиков, и он не молодой. Вот они все говорят, что он не молодой человек, но чрезвычайно опытный, и да, в этом деле очень многое зависит от опыта, Европа передала самолеты Украине, вот сейчас украинские летчики в Польше должны перелететь на украинскую территорию на этих самолетах. Это Миги, старые Миги, так что будем надеяться, что это поможет украинской авиации, но опять же, нужна инфраструктура, нужны нужны вооружения для этих самолетов, там много, конечно, будет. Все это делается чуть поздно и чуть мало, недостаточно для Украины. Опять же, рано или поздно, я думаю, что все равно придется ввязываться в эту драку с Путиным, чем, я думаю, мы больше оттягиваем это, чего мы ждем, я не знаю, что он придет, начнет что-то соображать, там, и решит, ну да, может быть, это было неправильно, он уже так влез в это все, и он уже пользуется таким оружием, и такими бомбами, он понимает, что выхода из этой ситуации нет, застрелиться, как Гитлер, он не сможет, потому что у него есть всегда ядерное оружие, которому он шантажирует, которые, я уверен, он применит, если он почувствует, что другого выхода нету, у него. В этом есть опасность, которую, я думаю, не все четко осознают, потому что мы все-таки думаем, что с ним о чем-то можно договориться, ли он какой-то вменяемый, это невменяемый человек, абсолютно больной человек, но я скажу, что, я не перестаю удивляться, я только что был на украинском телевидении, киевском, и опять, они меня вызвали как экспорта военного, да, но сразу же стал такой политический, они вопросы, пойдет ли Беларусь пересечет же своими войсками в Украину, я не знаю, как они поступят, я знаю, что в Беларуси много сейчас, в интернете, везде военные, бывшие военные, командиры, которые уважаемые, говорят, не совершайте этого преступления, не идите, мы знаем, что в Беларуси вообще же такие были волнения, там же среди военных, тоже, они не понимают, за что они дерутся, понимаешь, они не поминают, понимают, за что они дерутся, за Путина, за какие цели, они, что же не понимают, за что они убивают своих братьев и жгут их в селах, за что, какая цель, украинцы, понятно, за какую цель, а украинцы дерутся за свою землю, своих родственников, за свой дом, за свою хозяйство, за своего поросенка, они дерутся за свою прекрасную, красивую землю, которая кормила пол Европы, да, не дерутся, они победят поэтому мать и они все равно победят этого роду они сожгут в конце концов поляк домах в на улицах ночью они будут все равно драться юр давай попробуем принять звонок от радиослушателей добрый день я слыхал такую информацию что под киром каком-то населенном пункте они колонну группа военных российских когда их начали преследовать заняли родильный дом и начали прикрываться женщинами новорожденными если солдат до такого доходит то я думаю что это уже не солдат это первое потом насколько там не понимание того что происходит солдат звонит маме и говорит они еще расскажите людям плане пленным дают телефоны и связывают их с родителями чтобы те сказали им что они в плену мама говорит да ты в плену на украине а чё они тебя не отпускают это какой уровень мышления но опять же это очень много пленных они показывают на роликах на видео где пленные звонят своим родителям говорят мы в плену мы оказались в украине мы не знали мы трансе уровень мышления опять же это деревенские простые дети которых обучили нажимать на педали дергать за эту ручку и все и дали им за эту кашу и одели в какой-то хлам старье мундиры они они потеряны они сами перепуганные все но это много они идут со всей массой это орда и гремит вся эта весь этот металлолом и стреляет стреляет не не меткой не мажут все время стреляют в одно попадают в другое поэтому страдает гражданское население я хочу это вернуться в то что вот украинских линии опять украинских линии значит и они меня спрашивают такой вопрос а вы не думаете что путин себя так ведет потому что предыдущий президент сша так вот с ним мило обращался был таким с ним дружелюбным отдавал виде менталитет не меняется это трамп виноват оказывается там виноват в восьмом году в грузии что на пальто ли над четырнадцатом году до что аннексировали крым и не байден байден тогда не было был все трамп трамп ну конечно вот трамп сказал там они все воюют с трампом даже в украине трамп сказал что путин гений я пытаюсь объяснить на этаж сарказм да не прав там шанс сарказмом как я часто делать разговаривает они выдирают это с контекста берет он сказал да вот молодец путин гениален гениален блин он всех вас судить было 5 вы ждали одно а он а он сделал совершенно другое давайте и он сумасшедший да давайте добрый день добрый день знаете перед тем что происходит сейчас если вспомнить бачка словакия да потом был афганистан потом была грузия потом был крым и все время эти ребята идут и воюют и потом говорят но мы не знали нас обманули ну ну что может быть просто пора признать что это просто народ болван народ тупой народ дыгла который ничего не хочет понимать и дети которые уже здесь воюют сейчас они же уже родились в этом день когда уже можно было по интернету смотреть когда можно было спокойно получать кучу новости но они продолжают верить только что и что то что они сделали вот пока их не убивают и не ловят как можно действительно признать что русские народы это вообще какой-то ну не знаю штата баранов полное понимаете я так понимаю что когда сидит такой лавров быдло но он понимает что он делает когда такой небес я тоже понимает что он делает грез на каждом саду каждая зуба его броню но остальное то народа больше ста миллионов они то что действительно получается такое которые которые выходят с протестами украинским вот этим казачьим духом и русским этим крепостным духом ничего тут не поделаешь но это всегда испокон веков было что вот этих молодых 18-20 лет детей их обманывают им говорят что они будут освобождать немецкий народ от гнета в чехословакии в польше что евреи вот толкают на войну а гитлер то сам за мир это всегда происходило происходит и будет происходить конечно же вся эта пропаганда которая все эти годы лилась из россии и опять же никто ничего не делал давали путину с него все сходило как с гуся вода уничтожение чеченского народа нападение на грузию сбитый самолет малазийские нападения и аннексирование крыма донбасса даже недавно и белоруссию и казахстан все этому сходило с рук поэтому а теперь еще когда и все посольства рванули с киева испугавшись атаки и всего остального когда они никогда этого не делали до этого кроме как во второй мировой войны из москвы эвакуировались а до этого даже из афганистана не он понял что все его боятся что все его уважают что как он хочет так и сделает поэтому думаю что сейчас хлопнет по украине они все на колени встанут а тут не так то было краницы дали серьезный отпор и дают серьезный опор они живут они наземную операцию не могут провести они уже шестой день все после четвертого дня это много чего меняется они не могут провести наземную операцию в воздухе конечно у них привилегия ракеты они начинают использовать баллистические ракеты эскандеры и скады и стабильки юр давай попробуем еще принять звонок дала добрый день здравствуйте его к вашему гостю вопрос может быть и на интернете прошел ролик многие может видели его как захватили колонну разбомбили российскую и показывают сухпайки для солдат которые экспайр до 15 года там апреля месяца короче получается 6-7 лет экспайр то есть это говорит о многом то есть отношение властей отношения командования российского к своему народу и к своим солдатам чем они кормят этих пацанов бедных несчастных их самом деле как пушечное мясо и они знали что у них посылают на смерть и кормят соответственно отрав вашим бабу еще на рожа я тут слушал какого-то эксперта ну на американском на нашем телевидении на местном и он говорит о том что да это такая как бы тактика такая сначала посылают грубо говоря пушечное мясо за ним следует уже более подготовленные войска которые проводят зачистку там решают как бы в решающий момент определяют может быть да есть такая теория значит значит тогда действительно первый эшелон это пушечное мясо которое кормят продуктами которые вышли и срок годности которых 15 гост вполне возможно давайте еще попробуем принять звонок прежде чем уйдем на перерыв добрый день пожалуйста добрый день я бы только включила в интернете в компьютере но я обычно не смотрю русской передачи посмотрела правда рутака и какой это такая агитация даже больше чем скобеева и соловьев там выступает такая митина сначала она поносит израиль что вот все израилю позволяли и палестину бить и всех и никто их не и хамас и никто их никогда не осуждал а теперь россию бедную несчастную создает она все правильно делает потому что в четырнадцатом году нужно было все это сделать они сейчас бедные люди несчастны это такая пропаганда поэтому не удивительно что их люди и голосуют за войну на украине потому что они это все слушают другого они не слушают и не слышат вот и все это это какой-то ужас правда ру называется выключила я не могла мне просто не хотелось разбить компьютер я не могла больше это слушать не слушайте словами профессора преображенского не слушайте российской радио перед приемом пиши будьте здоровы вообще интересно когда разговариваешь с людьми которые так коричу поддерживают то что происходит ну и конечно в качестве аргументов приводит вот этот talking point 8 лет донецк бомбили убили разбомбили говорю ну хорошо давайте попробуем так допустим что вот то что вы говорите это правда допустим бомбили 8 лет донецк допустим кого-то убили допустим что у путина болит душа то есть я гипотетически говорят болит душа и он решил так сказать с каким-то образом сохранить спасти оградить и так далее ну вот путин со своей армии вошел в донецкую область как бы и защитил своих людей я бы еще может быть как-то это понял но причем здесь киев причем здесь харьков херсон и так далее вот 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 эти города вот эти люди которые там живут вот те дети которые сейчас погибают они тут причем где объясните мне или что это так сказать месть такая уничтожить то есть значит все таки причина то не в этом не в том чтобы оградить русских которые проживают на территории донбасса значит какая-то другая причина есть но другие я опять же я не психиатр и не психолог на причина в том что он получил все что он хотел ему все принесли цены на нефть пожалуйста снятие санкции с к северного того пожалуйста нации снявцы все стали ему звонить стали с ним разговаривать он получил казахстан он получил беларусь он даже получил грузию он даже получил то что саакашвили сидит в тюрьме в грузии его личный такой враг кровный он даже получил что генерал каландат засидит под домашним арестом в германии до чтобы его кстрадировали в грузию как раз гениальный генерал который сейчас бы очень был нужен гражданин украины который очень бы сейчас был нужен в украине да он получил все что он хотел но единственный вот такой кровоточащий такой чешущийся пульсирующийся геморрой у него это украина который все время его унижает его издевается над ним над смеиваются над ним особенно вот этот вот президент клоун такой вот это ему он не мог это терпеть сколько он может терпеть его понятие это поэтому ее только надо раскатать танками и сместись с лица земли что он подумал что его в этом и поддерживает запад что запад не будет с ним связываться из-за этого потому что они удали все остальное что он совершенно верно ничего ему не было и накануне создали все условия при трампе ему пришлось чуть так тихонечко посидеть подождать пока опять вернуться вот эти левые коррумпированные взяточники давайте юр давай мы должны остановиться сделать перерыв небольшой после чего вернемся продолжим если будут по-прежнему звонят люди мы примем звонки ответить на вопросы оставайтесь с нами никуда не уходите мы скоро вернемся возвращаемся в эфир с нами капитан перворангова в отставке гарри юрий табах и телефон студии 847 4005 200 обязательно сейчас прим телефонный звонок вот дор дипа компания которая сейчас реклама который прозвучала спонсирует программу нас по пятницам бывает руководитель клуба буду баллистик класс анатолий задорожный интересный ну он создатель как бы и тренер sensei этого клуба его сын восемь лет служил в неве он такой сдержанный в принципе всегда ну как как все стараются сказать у тренеры восточных единоборств но он такой сдержанный алетом в прошлую пятницу был ибо мы смотерился в эфир не могу держаться от того что происходит общается с с ребятами которые с американцами которые там инструктор который еще там находится скажем так и я говорю как-то высказал некий скепсис ну тревогу по поводу того что происходит не надо так паниковать еще будет искать в армии в украинской армии горит есть потрясающие талантливые люди в руководстве армии в том числе абсолютно абсолютно верно паниковать вообще не нужно потому что никто ну это не помогает ничему на только вредит и украинской армии есть чрезвычайно талантливые офицеры обстреляны и солдаты генералы я знаю несколько их которые настоящие настоящие полководцы явно у них это казачья кровь одного генерала я знаю чеченец украине он украинец но он сын чеченского народа бравый толковый образованный вы упомянули что он чеченец там ведь насколько я знаю и кадыров послал свою какую-то но у кадырова кадырова мы не называем чеченцам когда кадыровцев мы называем кадырами это могли тогда чеченцы это гордый народ который живет по правилам который живет по по чести и не надо использовать с кадыров цами насколько я знаю генерала этой кадыровской бригады убили и конечно они сразу развалились и ушли обратно в россию понятно давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте скажите пожалуйста юра вы как военный специалист относительно нас лучше понимать стратегию и тактику путина как уголовно командующего силе этой армии то что вы сказали что украинцам то это летных оружие этого самолета и так далее вот насколько как долго они потянут уже обречена и вот второй вопрос на сегодняшний день китайцы тоже как-то поддерживают открыто но все же на стороне путина и как это они смогут в дальнейшем своего по тактику применить такой на тайване который я уверен что я это говорил всегда что если если там один 10 процентов шансы и что у россии пойдет полномасштабной войной на украину то конечно же ожидайте что китай будет на это смотреть или это будет применено как отвлекающий маневр но китай сразу же это возьмет на на себе на учет посмотрит как отреагирует запад на это если запад будет реагировать так как они сейчас реагируют то конечно у тайване нет никакого шанса сколько украина продержится она всегда продержится это никуда не денется и и невозможно завоевать это нереально они будут драться в лесах они будут драться в подвалах они будут драться в канализации послушайте бандеровцы продержались почти 100 до 60-го года их не могли никак вытравить из-за из лесов они продолжали биться поэтому они никогда не победят понять они могут танками кататься туда-обратно по улицам города старые тут очень много что называется battle next они будут жить все время всем поэтому сколько они выдержат они выдержат всегда люди будут выйдем выдерживать это вечно проблема в том что путина это не остановит будет идти дальше ну что ну вот он придет куфу балтийские страны что мы опять же скажу что из-за них мы будем ядерную войну чиной да не в нато да вскоре но что у него ядерная бомба пока ему кто-то шею не свернет это не остановится давайте еще время звонок добрый день здравствуйте виктория микулец одесса мой родной город я из одессы постоянно с ними на связи я хочу чтобы знали и что знали все радиослушатели и люди неравнодушные что одесса я вышла вся вышла и друг другу помогают помогают армии строят оборонительные все что нужно вся одесса люди очень конечно боятся там дети там женщины но одесса никогда не сдастся и я хочу чтобы знали все люди здесь проживающие я хочу сказать большое спасибо мы вчера были на почте сдавали тоже посылки очень много такое горы спасибо огромное за помощь за поддержку вашу слава украине героя слава спасибо вам большое да смотрите это конечно очень благородно что посылки посылаете украина но в принципе им здесь ничего не нужно кроме оружия кроме термобиноклей тепловизоров диверсанты выходят ночью они их не видят им нужно высокоточное оружие им нужно прикрыть небо в посылке вы это не пришлете и еды здесь достаточно одежды здесь достаточно книжек телефонов здесь достаточно нужно оружие не поэтому за место похода на почту или в магазин за покупками идите к своему конгрессмену и требуйте требуйте от своих конгрессменов чтобы они действовали в помощь украине чтобы они меняли наши законы чтобы они не боялись этого в маньяка чтобы они не пытались ним о чем-то договориться что если ваши конгрессмены и сенаторы ставят весь мир под угрозу из-за того что они малодушные то за них больше голосовать вы не будете в основном так мы понимаем это демократы это то о чем я вчера говорил я говорю мы не очень можем к сожалению или к счастью не знаю мне но объективно мы не можем повлиять на ход военных действий которые происходят в украине ну не можем вот как бы я не разрывался как бы я не кричал он не матерился или не пел или не плясал я не могу повлиять на ход военных действий но то на что мы можем усилить но все вместе мы можем все вместе сегодня я имею ввиду что европа показывает подполковника в отставке видмана со своей книжке все он конечно же на своем конке что во всем виноват трамп делает все правильно вот на что мы можем повлиять это во первых как ты справедливо сказал давить на своих представителей в конгрессе на своих сенаторов а во вторых в ноябре выборы промежуточные от этого выборы имеют последствия ведь вы смотрите в двадцатом году когда президент байтон вошел в первый дом он первый же день подписал там почти 20 исполнительных указов этими указами он лишил нас энергетической независимости он позволил он так сказать мы прекратили строить нефтепровод из из канады мы он отозвал лицензии на на добычу нефти на бурение и так далее нефть стоимость нефти пошла вверх снял санкции северного потока совершенно верно снял санкции северного потока вообще я пытаюсь понять и найти логику то есть вот эту цепочку событий когда я выстраиваю у меня получается создается впечатление не создается впечатление выходит так что человек который пациент белого дома сегодняшний делает шаг за шагом а подводя вот к той ситуации которая сегодня сложилась в европе то есть мы сократили добычу нефти мы стали закупать и мы по сей день закупаем нефть почти 10 процентов нефти в россии европа пользуется там германия по моему 40 процентов нефти рисуют энергоресурсов закупает в россии сейчас шоуц сказал что они не будут сертифицировать газопровод все равно они будут закупать россии это все равно бесплате все равно говорят европарламе тендерят как нам надо сделать как нужно надо нам перестать покупать нефть у россии значит нам надо больше разрабатывать зеленую заместить замещение зеленой то есть еще ветряков солнечных батареи построить да вот это пока что вы продолжаете закупать это не это надо сейчас сделать до разрабатывать и зеленых но начинайте делать то что было при трампе начинайте добывать качать нефть соединенных штатах нефть и газ чтобы мы были самые большие опустите цены на них которые те которые были при трампе экономисты могут объяснять это тысячи раз там еще чем-то еще чем-то вот подполковник видман вам будет это все объяснять делайте что было сделано при трампе не надо изобретать колесо верните что было абсолютно прав но к сожалению и наша администрация вот саки вчера по моему говорил да это как раз стимул это стимул к тому чтобы нам развивать зеленую энергетику значит мы должны еще больше инвестировать в этот то есть абсолютно пока и путина использую деньги получены этого надо пока она вам посадка это лучше то есть и вот да кстати по поводу северного потока 2 мне тут подсказали что на самом деле не получив сертификат они вполне могут прокачивать прокачивать газ единственно там по каким-то условиям они должны будут платить штраф за это поскольку у них нет сертификата то есть аж когда это бюрократическая фигня а штраф будет на 3 копеек 10 тонн 10 миллионов при сегодняшней цене на газ этот штраф это мне сразу на ум пришли фильмы советских времен когда проституток вылавливали и штрафовали там 5 рублей штраф 10 рублей штраф как проститутка которая в день зарабатывает там 100 200 долларов и штраф выписывали милиционеры там 5 10 рублей примерно то же самое получается то есть россия будет к прокачивать газ по сумасшедшим на сегодняшний день ценам оплатить какой-то минимальный чисто символический штраф то есть германия будет получать газ мы будем убивать продолжать убивать свою нефтегазодобывающую промышленность угробили угольную промышленность покупать я вообще не понимаю как это помогает в природе и атмосфере корейцы где вы качаете в америке или там чем там наверно качает намного хуже и грязнее чем у нас какие-то или в канаде у нас какие-то ограничения и контроли стоят разум какая тогда не пользуйтесь машинами или еще чем-то делать а если все равно используется столько же горючего сколько какая-то где его качают то есть это элементарная логика но к сожалению какая-то часть населения ей логика это недоступно и они ведутся на то что им рассказывают лидеры демократической партии о том что вот мы перейдем на возобновляемую энергетику спасем экологию спасем планету абсолютный на самом деле ребенка керри сказал надеяться что путин все равно останется в этом договоре по экологии пожалуйста это то что его беспокоит да к сожалению еще раз ты абсолютно прав когда говоришь что на самом деле коллективный запад это европа этой и наша администрация создали условия для того чтобы путин смог поднять голову и смог позволить себе вот такие военные игры этом это мы ему создали такие условия если бы мы не создали любая любая военная операция требуя тем более такая требует колоссальных средств при таких ценах на нефть и на газ он может себе это позволить вообще странная ситуация мы чуть ли не на грани так сказать ядерной войны с ними находимся и мы продолжаем их финансировать мы закупаем это же на это же вот опять же трампа обвинили в чем он сидел там и меркель нато и везде он горел вот вы строите это газопровод и как говорят что при нем это он же орал тогда на них прям кричал или выстроить а мы должны вас защищать а вы будете с ними зарабатывать миллиард долларов и и вы еще в нато ничего не вносите свою долю все за наш счет защищать вас от врага с которым вы в бизнесе и вот он съемки это нечестно это неправильно и тогда все кричали что вот он хочет нас поссорить у нас поссорит с нашими союзниками по нато бла-бла-бла-бла-бла помнишь это а теперь эти же люди говорят а подожди северный поток при нем был построен такое отношение к северному поток умел это был между россией и германией и он был против этого он лежал на немцев он лежал на на подписал санкции и в тот же в тот же день когда он подписал эти санкции закон о санкциях строительство северного потока была остановлена буквально в тот же день и сейчас все равно нет ну в общем пропаганда гнилая работает и кстати говорили они говорили что от трампа надо делился любой ценой любой ценой надо делаться трампа вот сегодня украинцы платят эту цену своей крови свою жизнь своей страной свою будущем своих детей но еще чуть-чуть и мы все заплатим за эту цену за то что мы избавились от трампа очень хочется верить что мы все извлечем урок из того что происходит и сделаем правильные выводы и он к сожалению времени больше не осталось пожелаем украине тушить выстоять будем надеяться что ну она сама по себе ситуация не рассосется я понимаю я слава украине слава украинским воинам и слава президенту зеленскому и слава мэру города киева крючко он тоже стоит и держит удар молодец всем спасибо тебе огромное за то что нашел время и возможность пообщаться рассказать нам ситуацию свои мысли я думаю что люди прислушиваются и возможно все-таки сделают выводы спасибо удачи тебе и здоровья и береги себя есть